Доброе утро, коллеги! Я приветствую всех, кто сегодня в зале. Приветствую всех, кто смотрит нас в онлайне. Вообще, это удивительное изменение, которое происходит на рынке. На сегодняшний момент пресс-конференцию нашу смотрит и зарегистрировано было больше тысячи человек. И вообще, вначале я бы хотел сказать несколько слов вообще о том, как меняется, наверное, мир. И как зачастую мы не обращаем внимания на эти изменения, пока в какой-то момент не видим, что все изменилось драматически. Я вот помню, когда появлялась только мобильная связь, и все говорили, операторы, вернее, нам, так скажем, говорили, что на руках будет больше 100% симок. Но в то время человек, который вместо обычного стационарного телефона поднимал мобильный, выглядел расточительно, скажем так. И телефоны стоили очень дорого. А прошло всего 5-7 лет, и теперь у каждого из нас несколько симок, несколько телефонов, и мы уже не вспоминаем, что вообще стационарная связь нужна даже дома. То же самое происходило со смартфонами. Первые нам говорили, да нет, не может мобильный телефон стоить тысячу долларов. Никто никогда не купит. И тенденция была в обратную сторону. Подешевле, попроще, подольше батарея. И прошло всего несколько лет, и сейчас уже больше 60, там, наверное, даже больше процентов – это смартфоны. И так мы устроены, что мы не замечаем изменения до тех пор, пока они не достигают какого-то большого значения. И мы оглядываемся назад и говорим, а, посмотрите, все изменилось. Вся сегодняшняя пресс-конференция посвящена тому, что мы хотим все вместе обратить внимание на то, что изменения происходят, и мы стоим на пороге очень больших изменений. Мы будем говорить о том, как меняется рабочее пространство, и как меняются наши пользователи, и вообще наш бизнес под действием интернета. Вот несколько цифр. Как изменился мир, наверное, за 10 лет, с 1995 по 2014 год, когда большая часть населения Земли уже, собственно, представлена в интернете. На последнем рифе были показаны цифры, что 66% населения России уже в онлайне. По большому счету всего 5% рост. И как показывает ТНС, есть только подростки до 12, которых еще, в общем, не обсчитывают, и 55+, про которых ученые спорят, пойдут ли они уже в интернет. По большому счету все сегодня в онлайне. И эти граждане, они работают не только со своими компьютерами, но они работают и на работе. Но, опять же, каждый из нас, с чего сегодня начинает утро? В большинстве своем, и опять цифры говорят, что большинство людей начинают его с того, что отключают будильник на мобильном телефоне и, не вставая, просматривают привычные им приложения. И тоже, когда обращаешь на это внимание сейчас, а вспомните, когда так не было, всего несколько лет назад. Технологии меняют нашу жизнь, они меняют рабочие процессы, рассматривая некоторые глобальные графики, вот в данном случае график, конечно, большой срок, почти на 100 лет, можно увидеть, что число людей, занятых в промышленном производстве, постоянно уменьшается. То есть, на самом деле, нужно все меньше людей, чтобы создать те материальные блага, которыми мы пользуемся. И чем занимаются люди? Они занимаются сервисным обслуживанием, обработкой информации, и реально они оказывают сервис. Мы все больше перемещаемся в такие типы работы. Для того, чтобы иногда понять, что может происходить на нашем рынке, бывает полезно посмотреть на соседние рынки. На этом слайде мы показываем, как, в частности, в США, сегодня используются, как работают люди. 34% занятого населения работают удаленно. Они оказывают услуги, это огромная величина. Мы сегодня еще будем говорить о том, что в России это только 1% населения. И 34% выполняют работы, консультируют, работают агентами, они не приезжают в офис, либо приезжают крайне эпизодически. И в основном, что говорят фрилансеры? Изменяется динамика общения, и везде, везде производится слово интернет. Потому что технологии позволяют сегодня уже работать таким образом удаленно. Исследований очень много, и мы не смогли все представить, но одно из исследований говорит о том, что во многих офисах и во многих странах появляется сегодня новый формат работы. Когда у человека, несмотря на то, что он ездит в офис, один-два дня представлены на удаленную работу. Причем сотрудники ценят эти дни, и не только потому, что они формально как бы не могут работать. Контроль за ними устроен таким же образом. Многие из них отмечают, что удается более эффективно поработать. Нету, например, планерок, и никто тебя не отвлекает. И ты можешь сосредоточиться на аналитике, на выводах, на обработке какой-то информации. И очень много важных факторов, говорящих об этом. Я бы сначала думал, что это исследование, и оно как-то о каких-то незнакомых мне людях. Но у меня есть знакомые, которые немцы, которые живут и работают в Германии, и у них в расписании два дня, они не обязаны, но они могут их устроить таким образом, что они работают удаленно, из дома, либо в каком-то другом формате. И этот формат все больше и чаще приходит в нашу жизнь. И опять же, чаще всего произносят интернет, технологии и самые разные факторы. Если говорить о технологиях, что больше всего работает? Видеоконференции, появление планшетов, облака, доступность всех инструментов в онлайне и смартфонах. Вот как раз говоря о смартфонах, большинство людей отмечает, мы всегда в онлайне, мы всегда доступны, мы можем выполнять те или иные задачи. И это нравится не только компаниям, мы еще будем говорить об этом, но это нравится самим сотрудникам. Как я уже говорил, многие отмечают, что они становятся более продуктивны и экономят на том, что они не перемещаются между офисами, не тратят время на пробки и в общем функционируют. А компании отмечают огромную экономию, огромную экономию на отдельного сотрудника. Занимаясь развитием сервиса Bitrix24, мы, конечно, ориентируемся на тренд удаленной работы. Но именно к этой конференции мы решили провести небольшое такое внутреннее исследование, у скольких из наших сотрудников есть удаленные сотрудники в компаниях. 63% компаний имеют удаленных сотрудников разных по численности, есть очень небольшой процент совсем виртуальных компаний, но в основном это люди, которые один или два дня работают удаленно, или приболев, имеют возможность работать удаленно. Но уже больше половины компаний практикуют такой формат работы. И возвращаясь, наверное, к началу своего выступления, я бы хотел отметить, что в какой-то момент мы оборачиваемся назад и мы видим, что технологии мобильной связи, технологии мобильных устройств, технологии коммуникации, организации совместной работы и, собственно, софт для организации совместной работы достигают в какой-то момент такого уровня, когда мы можем говорить о том, что мы находимся на пороге больших изменений. Больших изменений, связанных с совместной работой людей и внутри компании, и между собой.